Приветствую вас. Я думаю, что вам уже достаточно много моих коллег сказал о том, что помочь другому человеку вот таким способом, каким вы хотите помочь, да? Ну, как-то вот, помочь ему преодолеть свой страх. Невозможно, потому что, ну, это другой человек, он, если не хочет, сам, да, если не настроен сам на то, чтобы из этого состояния выйти. Вот, то он, в принципе, из него и не выйдет. Здесь еще момент в том, что есть профессиональная этика, вот, например, наша этика профессиональная, то есть психотерапевтов, да, психологов. Вот, и она, эта самая этика, не позволяет нам консультировать третьих лица, а именно это то, что вы пытаетесь сделать сейчас. Вы пытаетесь проконсультироваться по поводу своего друга. Вот. Я понимаю, что вы хотите ему помочь, это очень похвально, вот, очень здорово, что вы хотите ему помочь, что, как бы, более эффективны ваши действия, более эффективными ваши действия от этого не становятся, к сожалению. Вот. Но есть то, что я могу вам сказать, несмотря на кое-какие ограничения в плане этики и в плане эффективности тоже. Значит, дело в том, что человек, да, безусловно, есть страх перед, ну, какой-то опасностью в контексте вождения, ну, машины. Вот. Вот. Есть какие-то опасения, и я бы сказал, что эти опасения, в принципе, они не совсем уж беспочвенные, вот. То есть они имеют, к сожалению, основания. Да, да. Ух, это не такие уж, прямо скажем, мистические какие-то истории, да. Вот. Вот. Чтобы, прям, думать, что человек из ниоткуда это берет. Основания есть для того, чтобы переживать. Вот. Но понятно, что человек здесь слишком преувеличивает значимость, эм... Этого страха. Вот. Понятно, что человек здесь накручивает себя. Именно это является здесь самым главным. Дело в том, что человек накручивает себя, потому что он этого хочет. Чем-то нуждается. Он нуждается в том, что стоит за тем, что мотивирует его накручивать себя. И, соответственно, нужно понять, для чего человеку это делать. Зачем человеку себя накручивает? С какой стати он, ну вот, грубо говоря, начал это делать? Зачем ему нужен страх? И самое главное, зачем ему ездить на машине? То есть, сейчас проблема заключается еще в том, что у человека отсутствует как таковая мотивация. Отсутствует мотивация ездить на машине. Но при этом присутствует мотивация бояться. То есть, страх для чего-то нужно. И мы получаем здесь, по факту, идеальное состояние, когда человек с одной стороны чего-то хочет, но оправдывается тем, что боится. А в действительности хочется немножко другого. Ну, как понимаете, здесь нужно исследовать страх, здесь нужно исследовать потребностные сферы человека. Вот. И, соответственно, только тогда можно рассчитывать на то, что какие-то изменения произойдут у мужчины. Мужчина тоже при условиях, если человек действительно хочет, то этот человек действительно хочет в этом разобраться. Потому что многие люди, которые боятся, они не хотят что-либо менять и их, в принципе, все устраивает. То есть, да, чисто внешне они хотят все это поменять. Чисто внешне они хотят что-то исправить. Но по факту получается, что это не совсем так. По факту получается, что это не совсем то же самое. Ну и, наконец, последнее, на что я хотел бы обратить ваше внимание заключается в том, что вы пытаетесь своего друга спасать. И, как я хотел бы обратить, как-то, что вы пытаетесь в том, что вы пытаетесь, что ли, а, как, что-то, как сет. И, соответственно, никакого, сколько-нибудь стоящего, важного, значимого результата вот такого, вот таких отношений даже, в принципе, нет. Вот, в принципе, то, что могу вам сказать. Ну, рекомендовать работу, точнее, возможность работать со страхом вы можете ему сами, вы можете также направить человека на сайт на нас, чтобы он получил какую-то информацию, так сказать, из первых рук, чтобы он какие-то сведения добавил. Да? Вот. И, соответственно, это то, что возможно сейчас лучше, что вы можете сделать. Вот. Ну, и повторюсь, треугольник Карпина вам необходимо изучить, потому что я думаю, что есть совершенно очевидные признаки этого, вот, того, что вы в нём находитесь. «Наконец, необходимо определить, для чего помогать лучшему другу преодолевать страх лично вам. какой ваш личный мотив в том, что, ну, вы хотите им помочь». И это тоже очень важный момент. Лучше разбираясь и понимая свой натив, вы можете более осознанно, более осознанную модель поведения продвигать. Поэтому всё. Я надеюсь, что помог вам. Я желаю вам всего самого доброго, удачи. Я надеюсь, что ваша ситуация будет разрешена наилучшим образом и вы сможете помочь и своему другу, и своему другу помочь можете и сами, может быть, разобраться в том, что волнует лично вас.